На неделе в городе Калязин Тверской области открыли новый вокзал. Предыдущий сгорел еще в 2012 году. Здание воссоздали по историческим чертежам и постарались сохранить прежний облик. В чем основные сходства и какие отличия появились в нашем сюжете. Восставший из пепла, так можно сказать о новом Калязинском вокзале. Он вновь открывает свои двери. И по такому случаю на площадке перед ним праздничный концерт. Радуются всем, и железнодорожники, и пассажиры. Вокзал я этот знаю с пяти лет. То, что я смотрю сейчас, облик этого вокзала очень напоминает старый. А почему мой любимый вокзал? Потому что мы же в деревню ездили каждый год, наверное. На поезде, который ночь шел. Торжественная церемония открытия началась с перерезания красной ленточки. А после для почетных гостей провели экскурсию по новому вокзалу. Для нас очень важно соответствовать тому городу, тому населенному пункту, где мы делаем вокзал. Калязин город наполненный историкой, наполненный уникальными историческими объектами. И в этой связи вписаться, очень аккуратно вписаться в этот архитектурный, абсолютно уникальный ансамбль, для нас была важнейшая задача. Мы постарались ее выполнить. Надеюсь, что мы не подвели и оправдали те надежды, которые у нас были. Здание с виду старинное, но оно настолько технологично устроено, оно настолько ярко представляет все самые современные тенденции развития железнодорожной отрасли и строительства железнодорожных вокзалов, что хочется просто восхититься работой компании «Российские железные дороги». Одна из достопримечательностей вокзала – панно символикой Калязинского округа. Да и в целом железнодорожники постарались сохранить облик здания, построенного в 20-е годы 20-го века. Но главное, что история здесь гармонично сочетается с современными требованиями к комфорту. Просторный зал ожидания, мультимодальные билетные кассы, светодиодное освещение, беспроводной интернет и розетки для зарядки гаджетов. Многое сделано и для маломобильных пассажиров. Но с открытием развитие вокзала не заканчивается. Из ближайших планов – создание музея в историческом здании бывшего багажного отделения. Ну и вообще у местных властей на вокзал большие планы. Вокзал – это будет точка притяжения, как послужит развитию нашему городу, развитию туризма в городе Калязин. Тем более мы будем развивать, я сказал, и музей. Мы должны открыть связанность истории российских железных дорог и истории города Калязина. Мы планируем провести благоустройство в рамках программы, областной программы, сделать разворотную площадку для автобусов. И этот железнодорожный вокзал будет использоваться и теми, кто будет передвигаться на автобусах. Наше значение, конечно, чтобы он работал полноценно, чтобы побольше пассажиров пребывало на станцию. В Тверской области это уже второй вокзал модульного типа. Первый появился в 2021 году на станции Ржевский мемориал. В 2024 на сети появится и еще 15 таких объектов, включая станции Золотого кольца. Ну а к 2030 году их будет уже около 400. Сергей Максимов, Жанна Серцева, Степан Каменев, РЖД ТВ, Калязин, Тверская область.